Каталонские банки тоже оказались сепаратистами, но отделяются они как раз от Каталонии, чтобы остаться в Испании. Один из крупнейших каталонских банков, Сабадель, переносит свой центральный офис в Аликанте. Об этом стало известно накануне, после экстренного заседания правления банка. А в другом большом каталонском банке, Кайша, банк как раз сегодня должен решить, стоит ли переезжать. Причем власти в Мадриде даже разрабатывают ряд шагов, чтобы облегчить финансовым структурам и предприятиям бегство из Каталонии. А что о своем будущем думают сами каталонцы? Наш спецкор Алексей Пшемызкий продолжит тему. Кадры, облетевшие весь мир. Испанская полиция жестко разгоняет людей, забаррикадировавшихся у входов в избирательные участки. Дубинки, слезоточивые газы, резиновые пули. Итог больше восьми сотен пострадавших. Однако люди голосуют. Местные власти победоносно объявляют. 90% поддержали отделение от Испании. Явка больше половины. С ответом Мадрид не медлит. Никакого референдума о самоопределении Испании не было. Правоохранители действовали на основании закона и выполнили свою работу. На следующий день Барселона замирает в масштабной забастовке. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Останавливается транспорт, перекрыты дороги, не работают магазины. 300 тысяч человек требуют наказать полицию за насилие. День спустя город вновь живет обычной жизнью. Вместо митингующих на улицах тысячи туристов. Протесты с площадей перемещаются на балконы. Сторонники независимости вывешивают флаги Каталонии. Противники – флаги Испании. Возле главного управления полиции Каталонии, где еще несколько дней тому назад были десятки тысяч людей, сейчас спокойно. Однако до сих пор здесь стоят металлические заборы, а здания охраняют бронированные полицейские автомобили. и правоохранители ожидают новые акции протеста. Габриэль – один из тех, кто уверен, каталонцам нужно снова выйти на улицы. Днем он работает гидом для туристов в одной из церквей в Барселоне. Вечером обсуждает с друзьями, будучи независимой каталонской республики. Долгое время мы были меньшинством в Испании. Я уверен, что в независимой Каталонии у людей было бы больше прав. Мы также отдаем слишком много налогов Мадриду, они нужны людям здесь. Однако поймите, это не Брекзит. Мы хотим остаться в ЕС. Мы уже далеко зашли, и если на этот раз мы не станем независимыми, для каталонцев это будет крах. Значит ли это, что на улицах Барселоны могут взрываться коктейли Молотова? Уверяет – нет. Наше движение мирное. Каждый из нас понимает, что происходящее сейчас стало возможно только благодаря мирным протестам. Далеко не все каталонцы разделяют позицию Габриэля. Мы едем в городок Батеа, в 160 километрах от шумной Барселоны. В округ городка десятки километров виноградников, экспорт вина, основной доход людей, живущих здесь. Тут боятся, что если Каталония объявит независимость, вино будет попросту некуда продавать. Местные жители приходят к нам с канистрами. Поставляешь сюда, открываешь кран и набираешь сколько хочешь. Вот, например, темное вино. Патрисия занимается виноделием уже больше 10 лет. Ее вино знают во всем мире. Каталонка. Она не против того, что на бутылках написано «Сделано в Испании». Такие, как она, боятся, что для независимой Каталонии европейский рынок попросту закроется. Германия, Бельгия, Дания, США. Это далеко не полный список, куда мы продаем вино. Что будет с нашим экспортом, не знаю. Они там спорят, а нам нужно что-то есть. Я против этого. Мэр Батеа – один из немногих, кто запретил проводить референдум. Этот референдум незаконный. Из-за него даже в нашем городе люди уже настроились друг против друга. Что будет с нашими виноделами? Эти политики должны успокоиться. Нельзя разделять страну. Если Каталония объявит независимость, Хаким уже пригрозил Карли Супыч-Демону выйти из состава региона и присоединиться к испанской провинции Арагон. Кому из сторон прислушаются политики, прогнозировать не берется никто. Официальные Мадриды Барселона начали масштабные торги. Глава автономии Пуч-Демон уже резко изменил риторику. Пришло время переговоров. Я готов начать диалог. Мирные отношения, диалог и способность договариваться – часть нашей культуры. Однако до сих пор мы не услышали никакой реакции властей на наши предложения. Мадрид, наоборот, перешел в наступление. Пуч-Демона обвинили в сепаратизме. Пуч-Демон вне закона, он против институции нашего государства, против Европы, против мнения большинства каталонцев. Он не хочет диалога вместо этого, он лишь усложняет решение этого конфликта. Испанско-каталонским торгам подтянулась и тяжелая артиллерия. К жителям страны обратился король Испании Филипп VI, монарх, которого испанцы чаще видят в учебниках истории, нежели по телевизору. Власти Каталонии осознанно пошли против конституции и статуса автономии региона. Они систематически нарушают закон. В конфликт вмешался даже футбольный клуб Барселона. Мы требуем начать диалоги, переговоры, чтобы найти политическое решение кризиса в Каталонии. Однако это должно учитывать желание каталонцев самим определять свое будущее. Первой жертвой конфликта уже стал начальник полиции Каталонии Хосе Птропера. Суд Мадрида открыл против него уголовное дело за подготовку мятежа. Сколько еще Мадрид и Барселона будут играть на нервах друг друга, пока остается лишь догадываться. Каталонские депутаты обещают не позже понедельника проголосовать за независимость, а Мадрид лишить Каталонию автономии, а зачинщиков арестовать. Европа наблюдает. Из Барселоны Алексей Пшимыский, Владимир Дедов. Подробности недели телеканал Интер.